Всем подписчикам большой привет! Сегодня разговор идет у нас опять о методах по сохранению и умножению своего здоровья. И я хотел рассказать вам об уникальном веществе, так называемом горном воске или озокерите. Озокерит, вот он, покажу вам в твердом виде. Вот он похож на вар, то есть на известный всем битум. Это вещество, которое добывается в природе, так называемый горный воск. Оно представляет из себя смесь насыщенных углеводородов, которые смешаны с парафинами и в них присутствует очень много других веществ, которые употребляются для поправки своего здоровья. Имеет запах керосина. Применяется широко в физиотерапии, применяя так называемые озокеритовые ванны или аппликации. Уникальное вещество, которое имеет в своем основе природное происхождение. На многих курортах применяются так называемые озокеритовые аппликации. Есть и иногда в продаже присутствуют в аптеках озокерит. Но желательно иметь свой запас озокерита, который применять при лечении. В своем виде представляет из себя вот такое вещество твердое. Для лечения применяет его жидкое или расплавленное состояние этого озокерита. Имеет темный цвет, сероватый, зависит от места происхождения. Как используется? Для того, чтобы делать аппликации с озокеритом, необходимо его расплавить или растопить на водяной бане. Это берется таз с водой. Тазик, в который помещается кастрюлька с этим самым озокеритом. И на днище, чтобы он не пригорал, кладется тряпка. То есть должен быть зазор между сосудом и дном конфорки. Разогревается, растапливается. Температура плавления у него 50-60. Зависит от сорта этих самых углеводородов. Превращается в жидкое вот такое состояние. С помощью этой жидкости, которая имеет низкую теплопроводность. Очень низкую теплопроводность. И им нельзя, невозможно обжечься. Почему? Потому что при окунании его на кожу или на кисти рук, сразу, мгновенно появляется слой, который принимает температуру кожи. Я сейчас покажу вам, как это делается. Если у вас полиартрит, вы разогреваете озокерит. Температура его у нас здесь порядка уже 60 градусов. Я вам покажу сейчас температуру. Вот она температура. 63 градуса. Это температура жидкого озокерита. Вы можете спокойно в него поместить кисти рук. Окунаете кисти рук и вытаскиваете их наружу. Появляются у вас как бы перчатки из озокерита, которые тут же начинают застывать. И нисколько не обжигают кожу. Затем образуется слой, который соприкасается с кожей. Он имеет температуру немножечко выше, чем кожа. И держать нужно до тех пор, пока перестанет греть. А перестает греть он достаточно долго. Не перестает греть. Потому что имеет так называемую температуру, скрытую теплота плавления. Она начинает выделяться. То есть появляется как воск или парафин. Вот эта дельта, ступенечка, которая держит температуру, пока он весь не затвердеет. Скрытая теплота вот эта, она проникает уже глубоко под кожу. И греет, как перчатки. При этом стягивает немножечко кожу. И эффект такой получается сжатия. То есть глубокое прогревание получается за счет этого. И тем самым эффект продлевается. Применяется при различных воспалительных процессах для снятия воспаления. И снимает застаренные радикулиты, полиартриты, ишиасы, то есть опорно-двигательные нарушения. Может применяться в моротерапии для прогревания, допустим, гайморовых пазух носа, для аппликации в область ушей. И потом вот этот отработанный уже после того, как перестает греть, он легко снимается, как перчатки. И не оставляя при этом следов на коже. Вы потом обратно его помещаете в емкость и можете в дальнейшем еще раз использовать. Вообще уникальное вещество природное. Вот у нас получилось. Кожа становится мягкая, свежая. И глубоко прогрета. Вещества, которые растворены в нем, это смолы, нафтены, углекислый газ, сероводород может содержать. Они действуют благотворно на процесс регенерации. Вот такое интересное вещество. Температура плавления от 50 до 60 градусов. И скрытая теплота 200 кило джоли. И этого запаса вам хватит очень надолго. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Не болейте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.